Добрый день! Меня зовут Анна Цейтлин. У меня 52 года. Я живу в Израиле с 92 года. Уже 31 год. У меня муж, 2 детей. И вот сейчас я снимаю этот ролик в художественной студии. В моей творческой жизни я много чем занимаюсь. Я художник, керамист, фотограф, пишу стихи, выпустила сборник стихов, участвовала во многих выставках, коллективных в том числе, и проходила и персональные выставки в городе Медельме. Но моя главная работа, главное увлечение, моя специальность – это арт-терапия, то есть помощь людям в том, чтобы найти способы самовыражения, пережить травмы, потери, найти лучшие и более комфортные способы общения при конфликтах. Я работаю и со взрослыми, и с детьми. И вот в этой студии я и работаю, и периодически занимаюсь собственным творчеством. Меня вот оставляют и природа, и люди. И моя работа как раз об этом. Это работа миниатюрная, 15 на 15. Она вылеталась во времена карантина, когда все человечество сидело по домам, было заперто. И работа называется «Перерождение», или иначе «Держась за природу». Для меня во времена карантина возможность подняться в небольшую рощу над домом была настоящим спасением. И в это же время в зуме я изучала курс повышения квалификации в работе арт-терапевта с людьми, пережившими травму. То есть эта работа была во времена общечеловеческой такой травмы и являлась, собственно, иллюстрацией к данному курсу непрактической работой. Позже эта работа прошла глазурный обжиг, то есть как бы остекленела в памяти об установившемся предаврении. И глядя на нее сегодня, я чувствую, что это и про нашу внутреннюю природную потребность в поддержке, потому что, чтобы нас кто-то или что-то держало, особенно в переходные периоды, в периоды воин, природных катаклизмов, вынужденного бегства, переезда, в общем, как сегодня принято говорить, тотального выхода из зоны комфорта. Ну, и также про то, что опору, которую мы ищем, чаще всего нам способны предоставить именно поврежденное, такое многоопытное дерево, корябое, в котором есть места, в которых можно импульсировать. Продолжение следует... Продолжение следует...